Всегда очень интересно заглянуть в дверную скважину и посмотреть, что же эта мама не разрешает делать своим детям. Здравствуйте, меня зовут Ольга Рохас и это канал о языках, о разных культурах, о детском билингвизме, о Нью-Йорке, о саморазвитии и вообще о нас, девочках. Сегодня в этом видео я расскажу вам, что я не разрешаю делать своим детям, что в нашей семье табу, от чего мы стараемся уходить и на что я особенно обращаю внимание наших детей. Создать это видео вдохновили меня многие блогеры англоязычного пространства, которые я смотрю. Я оставлю некоторые видео на английском языке в описании. Ну а сейчас давайте не будем затягивать и я уже наконец-таки начну вам рассказывать, что же я не разрешаю делать своим детям. Во-первых, хотелось бы отметить, что эти пункты будут сугубо индивидуальны, то есть в нашей семье так решила я и мой муж, так для нас комфортно. Именно поэтому мы обращаем внимание наших детей на те пункты, о которых я вам расскажу. Но это ни в коем случае не значит, что вы должны делать точно так же. Дайте, пожалуйста, знать в комментариях тоже, что вы не разрешаете своим детям. А я в свою очередь расскажу, на чем концентрируем наше внимание, точнее, внимание наших детей мы с моим мужем. Во-первых, это нарушение личных границ. Я не разрешаю детям нарушать мои личные границы. В чем это выражается? Мы живем в эпоху, когда даже выходят мультики, которые называются Baby Boss, где в принципе понятен концепт, что дети диктуют, как будут жить взрослые. И я с этим категорически не согласна. Вопрос о личных границах, мне кажется, он очень расплывчатый, потому что каждый имеет представление о личных границах так или иначе по-своему. И кому-то эти личные границы нужны в большей степени, кому-то в меньшей степени. Что касается меня, у меня есть некоторые личные границы, некоторое время, которые дети знают, что это время для мамы. Что касается личных границ, мне кажется, самая главная проблема у людей, что заявляют о том, что они будут делать эти личные границы, как бы я здесь построю забор. Но ты сам забор не строишь. И получается, что люди продолжают, пешеходы продолжают ходить по твоей территории, просто потому что они никогда не задумывались и никогда не спрашивали себя, а можно ли ходить по этой территории. В принципе, то же самое в материнстве. Ты настолько сильно пускаешь детей. И, конечно же, в какие-то первые годы жизни это очень важно, да, подпустить детей близко и нужно. Но, с другой стороны, уже даже в таком минимальном возрасте, как несколько месяцев, ребенка все равно можно даже оставить на одну-две минуты, но это можно сделать. И чем раньше вы начнете разрешать себе, и здесь это ключевое слово, разрешать себе, что я была целый день мамой, и я целый день посвящала себя ребенку, или, допустим, я не знаю, вы много времени посвятили своему ребенку, разрешите, наконец, себе попить кофе в спокойствии или попить чай в спокойствии. Это нужно делать нарастающе. Я своим девчонкам говорила, что когда мама пьет кофе, к маме, пожалуйста, не подходить ни с какими запросами. То есть есть возможность задать запросы, вопросы и просьбы до этого и потом после. И очень удобно, потому что у нас дома прозрачные чашки, и они видят, сколько осталось времени примерно. То есть для них это как такие песочные часы, они видят, сколько в чашке у меня есть кофе или чай, и тогда они ко мне не подходят. Они уже знают об этом. Надо сказать, конечно же, привычку мы установили не с одного раза. Конечно же, они нужно повторять опять и опять, напоминать детям. Это тоже часть процесса, но поверьте мне, со временем дети, они очень, у них хорошо развита интуиция, они очень хорошо чувствуют энергетический посыл мамы. Если мама действительно позволяет себе, и она выставила этот энергетический забор, то дети это тоже поймут. Иногда я говорю детям прямым текстом, что мне нужно отойти. Сейчас у меня есть очень срочный рабочий момент. Я через 10 минут буду. Здесь очень важно детям показать опять-таки временные границы, что это не я, они навсегда ухожу. А я им говорю о том, что мне нужно 5-10 минут, я решу вопрос, я вернусь. В таком случае, конечно же, будет, наверное, немного наивно полагать, что если я буду сидеть перед ними с телефоном, они ко мне не будут подходить. То в этот момент я просто ухожу либо в другую комнату, если она не занята, если там не работает муж, либо в любимую нашей девочке комнату. Правильно? Куда? В ванную. Конечно, там есть замок, ты закрываешься, говоришь детям, через 5 минут буду. Для меня выстраивание личных границ очень важный пункт. Я не разрешаю детям нарушать его, и я всячески им показываю, напоминаю, что это мое личное время. Мне оно нужно, и я обязательно с удовольствием бы рассказала вам, почему это время так важно, но уже в другом виде. Вторая вещь, что я не разрешаю своим детям, и она так или иначе переплетается с первым пунктом, это я не разрешаю своим детям трогать мои личные вещи. Мне кажется, что в нашем мире, опять-таки, вот эта вот иерархия родителей и ребенка, она так или иначе начала перемещаться, и дети не всегда понимают, что все же первичные родители и вторичный ребенок. И здесь опять-таки проблема в родителе, которую родитель изначально не показал, что я, так и говорю своим детям иногда, я родитель, ты ребенок, ты живешь по моим правилам. Когда есть возможность выбора, я тебе этот выбор даю. Сейчас я тебе этого выбора не давала. То есть конкретно есть какие-то личные вещи, например, у нас есть наш стол рабочий с мужем, у нас есть здесь вещи, флешки, мои всякие диски, которые действительно очень важные вещи, и если дети их нечаянно сломают, поломают, возьмут, унесут куда-то, то это вызовет огромное негодование с моей стороны, это будет однозначно для меня очень такая неприятная ситуация, это, соответственно, будет неприятная ситуация для детей и, конечно же, для мужа. Поэтому во избежание таких неприятных ситуаций я четко показываю детям, что есть вещи, которые я готова вам давать свои, есть вещи, которым вообще нельзя их трогать в руки. Например, телефон. Я не даю свой телефон в руки детям. Есть некоторые небольшие исключения, например, конечно же, бывает, когда ты приходишь, например, на прием у доктора, и тебе негде было оставить своих детей, ну, просто не нашел с кем, и ребенок пришел с тобой, и тебе, извините, нужно на гинекологическое кресло, и тут, как бы, понятное дело, тебе нужно как-то занять ребенка. Возможно, это было бы лучше, если бы это был, допустим, планшет, но планшета у нас нет, это тоже одна из вещей, которые... Я не разрешаю своим детям, но немножко попозже. Вот, поэтому я не даю, и если я какую-то вещь даю свою личную, я об этом, опять-таки, напоминаю ребенку. Четкие временные границы, это экстренный случай, поэтому я тебе даю телефон, когда я закончу, я его забираю. Ты предупредил ребенка, да, он может высказать свое негодование, но ты его предупредил, и он уже может это предсказать, он уже знает, что будет. Следующий пункт. Я не разрешаю своим детям есть перед экраном. На время еды мы всегда останавливаем, либо выключаем. Так у нас завелось с самого вообще начала, так как я была изначально противником того, чтобы ребенок должен кушать сам, чтобы ребенок, что попало в рот, то и его. Мне хотелось, чтобы они сами трогали еду, они погружались в этот процесс, они для себя открывали какие-то новые вкусовые характеристики разной еды. Именно поэтому в этот момент для ребенка нужно спокойствие, потому что ребенок очень легко отвлекается, и поэтому момент, когда в нашей столовой, или в нашей, мы в dining room, да, это по-английски будет в гостиной, в нашей нет никаких отвлекающих факторов в виде телевизора или музыки, то в это время ребенок полностью поглощен процессом еды, он познает, он узнает, это очень важно для его развития, и это очень важно тоже для последствий того, как ребенок вообще будет принимать еду. Как правило, из опыта вижу, что чем чаще родители пытаются накормить насильно ложкой, запихивая в рот, погортань перед телевизором, тем хуже дети, в принципе, потом будут относиться к еде, просто потому, что у них не развилось вот это вот чувство присутствия и наслаждения моментом во время еды. Также потому, что мы семья с детьми билингвами, для нас очень важно во время приема пищи разговаривать, и это прекрасный момент поговорить о том, как себя чувствует ребенок, что происходит, что интересного, возможно, обсудить какие-то вкусовые ощущения ребенка, обратить на них внимание, поговорить и побыть вместе, воспользоваться моментом присутствия всех вместе за столом, и именно поэтому для нашей семьи какие-то либо гаджеты, игрушки, кстати, тоже на столе, вообще ничего другого, только как еда. То есть за столом должна быть еда, за столом есть коммуникация, другие люди, мы общаемся, мы кушаем. Даже когда мы приходим в ресторан, я не даю, я не помню вообще никогда бы, честно сказать, это никогда не было. Действительно, я могу это заявить честно, я никогда не давала в ресторане телефон моим детям, никакие планшеты, ничего такого мы никогда не давали, а просто потому, что мне кажется, что дети, они, если у них убирать возможность того, чтобы они себя развлекли в ресторане, они этому никогда не научатся. Когда мы дома за столом, мы все вместе, никаких гаджетов, никаких игрушек, для нас это важно. Следующий пункт, он тоже связан с едой, и это отсутствие снеков. Мне кажется, что по-русски уже тоже говорят это слово, то есть снеки, это такие небольшие перекусы между едой. Этот пункт я принесла с собой родом из детства, так говорили, делали в моей семье. То есть, если ты полноценно позавтракал, то ты вполне можешь дождаться до обеда. Если ты полноценно пообедал, ты вполне можешь дождаться ужина. И мне такая едополитика очень нравится, просто потому, что тогда ребенок успевает проголодаться. И вот эти теории о том, что организму нужно понемножку каждые три часа, есть огромное количество опровержений этому. Это не очень хорошо для вашего внутренней, вообще пищеварительной системы, так как вы не даете ей отдохнуть и постоянно вырабатываете тот самый инсулин, и в общем-то сахар в крови поднимается. Если мой ребенок поел посередине где-нибудь печенек, каких-нибудь крекеров или еще что-то, то, скорее всего, он неохотно будет есть обед. Если он неохотно поел обед, то потом и ужин. И потом вот начинается проблема от того, что давайте включим телевизор, напихаем в рот ребенку, пока ребенок не видит. И вот такой неосознанный прием пищи, он приводит к тому, что потом могут привести к уже проблемам пищеварительного и психологического вообще процесса восприятия еды. Следующий тоже очень важный пункт. Я не разрешаю детям делать домашние задания в беспорядке. Для меня домашние задания – это очень важный процесс, так как мы являемся билингвальной семьей в условиях, где мы живем за пределами культуры, за пределами русского языка, но русский язык все равно наша родина, которую мы культивируем в нашей семье. Также мы можем сказать об испанском языке, родина моих детей. И получается, что мне бы очень хотелось, чтобы дети относились к этим домашним заданиям на наших языках меньшинства серьезно. Как нужно относиться к чему-то серьезному? Нужно окружить себя в серьезной атмосфере. Скажите же, вы не пойдете в офис с нечищенными зубами, не причесанной и какой-нибудь грязной одеждой, потому что это неуважительное отношение к этой работе. Здесь то же самое. Нельзя садиться за уроки, если вокруг тебя хаос, беспорядок, и ты с нечищенными зубами. Даже если мы это делаем просто локально, дома, без прихода какой-либо учительницы, для меня очень важно, чтобы дети поняли концепт. Прежде чем заниматься чем-то серьезным, например, как занятие по русскому языку, мы идем, мы причесываемся, мы умываемся, мы одеваем чистую одежду, мы убираем свой рабочий стол, мы протираем там пыль, чтобы ребенок уже вот такие предвестники того, что сейчас идет серьезная работа. Это важно, есть высокий приоритет, поэтому вокруг этого действия даже будут приняты какие-то преддействия. И это мне помогает, как и, допустим, работа из дома, и я переложила вот такой паттерн тоже на домашние задания наших детей. Поэтому всегда, прежде чем мы начинаем домашние задания, у нас такая происходит мини-уборка, мини-гигиена. И это не точно должно быть, например, то, что это утром, даже если это, допустим, в обед, то мы просто пойдем, по-моему, допустим, руки, протрем стол, уберем книжки на место, чтобы был порядок, и тогда уже на потоке этого порядка гораздо проще садиться и заниматься, погружаться в процесс, например, русского языка или любого другого урока. И, наверное, заключительная, но очень важная вещь, которую я не разрешаю своим детям, это бездумное покупание игрушек. В нашей семье это... это табу. И я радовалась игрушкам, у меня были игрушки в детстве, но надо сказать, что мы живем, во-первых, в небольшой квартире, мы живем возле Нью-Йорка, и возле Нью-Йорка все живут в очень небольшом пространстве. Но дело даже не в этом. Мне кажется, даже если бы мы жили в большом доме, все равно это было бы очень важное правило, потому что я приверженница минимализма. Я считаю, что лучше, меньше, но качественнее. Я считаю, что огромное количество игрушек просто не дает ребенку сконцентрироваться. Это достаточно нелегко для его психики совладеть со всем количеством хаоса, который происходит вокруг него. И в целом я отмечаю, вижу, что дети не играют с игрушками, когда их много. Игрушки должны быть качественные, игрушки должны быть по делу. Примерно раз в месяц мы делаем большую зачистку вместе с детьми. И если все-таки, например, мои дети хотят купить какую-то игрушку, я показывала эту историю в инстаграме в своем, моя старшая дочь хотела маленькие понички, у нас были игрушки тоже маленькие, такие похожие, но другие мультигерои. И я предложила своей дочери, смотри, у нас есть определенное количество места, и у нас есть определенное количество средств, которые мы можем потратить. Я рассказывала про историю с игрушками на моем инстаграме, кстати, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Моя дочь захотела маленькие фигурки пони. У нас были другие, набор других игрушек из другого мультфильма, но она с ними не очень сильно играла. Поэтому что я ей предложила? Я ей говорю, понимаешь, у нас очень ограниченное количество полок для игрушек. И для того, чтобы к нам пришла какая-то игрушка в дом, нам нужно какие-то игрушки вынести. Это правило ребенок очень хорошо понимает, и уже в своем 4-летнем возрасте она поняла этот концепт. Я ей предложила, давай мы выставим эти игрушки на веб-сайт. Вот ты сказала, что есть там, где их покупают. Какая-то другая девочка или мальчик, они вот хотят твои игрушки, а ты хочешь пони. Таким образом, я не даду нам денежки за твои игрушки, а ты на эти денежки купишь себе поничек. Это очень сильно ей понравилось. Особенно ей понравилось, когда она самостоятельно паковала, она самостоятельно наклеила тот самый лейбл для отправки, она самостоятельно принесла на почту и отдала почтальон. И, конечно же, для нее это был такой очень серьезный взрослый шаг, что она делает. И мне очень понравилось ее отношение к этому, очень мудрое. Даже в таком раннем возрасте, как всего лишь 4 года, она поняла концепт, и она знает, что в нашей семье подарки у нас есть на день рождения, и у нас есть подарки на Новый год. Это заранее продуманные подарки. Между собой с друзьями мы делаем всегда виш-листы для наших детей, просто потому что не хочется тратить свои деньги на какой-то хлам, который люди просто выбросят. Во-первых, нехорошо для планеты, во-вторых, ты все равно будешь тратить, надо делать это с умом и с пользой. Именно поэтому мы так активно пользуемся виш-листами между вот нашей компанией и мамочкой. Это реально очень удобно, попробуйте. И я семье, если что, всегда отправляю этот виш-лист. Мои девочки знают, что также мы должны покупать только тогда, когда реально есть необходимость. Я с ними говорю на тему о том, что в нашем мире очень много всего создано, и наша природа очень сильно страдает из-за этого, потому что люди покупают больше, чем им надо. Многие игрушки, это радость минутная, они могут удовлетворить эту радость, находясь в магазине. А дома, на самом деле, они в основном играют с подушками, строят какие-то шалаши, какие-то одеяла, какие-то простыни, натягивают. В общем, игры не очень связаны с игрушками. Поэтому, если мы даже покупаем игрушки, то они обычно какие-то дидактические, которые привлекают взрослого, то есть какие-то развивающие. Мы это делаем, откладываем в сторону, потому что так или иначе, игрушки, которые... Они начинают играть сами, они просто все это переворачивают, и, в общем-то, да. И, кстати, беспорядок я им разрешаю создавать, но это уже может быть в другом видео. Дайте, пожалуйста, знать, если вы бы хотели услышать, что я разрешаю своим детям. Тоже есть некоторые вещи, которые, возможно, не все люди разрешают, а я разрешаю. Поэтому дайте в комментариях знать, если бы вы хотели увидеть такое видео. Я думаю, что это все на сегодня. Дайте знать в комментариях, что не разрешаете вы своим детям и почему. Огромное спасибо. Не забудь подписаться на мой канал. Каждую неделю тебя будут ждать видео о Нью-Йорке, о языках, о детском билингвизме, о саморазвитии, о жизни в ресурсе, о нас, девочках. Огромное спасибо, что досмотрела это видео до конца. И мы увидимся с тобой в следующем видео. Пока! Пока!